Трануана ставит на осенние обмазки глины, стволом плодов и деревьев. Как вы к этому относитесь? Я затрудняюсь сказать, когда такой авторитетный для меня, в том числе человек, придумал обмазывать глиной стволы. Я одно знаю, глина, а это все-таки не та самая краска для, уже не по белке, а для покрашивания штампового, не та дрянь. Глина все-таки естественный продукт. Так. И, наверное, где-то при каких-то условиях, помните, глинотерапия появилась? Даже мы начали, даже кушать глину начали. У них есть свои свойства. Вот. И я не стану говорить, что он с ума сошел. Нет. Вполне возможно, что у него есть накопился опыт полезный. Надо знать, прочитать книгу. Это вырвано несколько слов из контекста. Поэтому я на всякий случай говорю, хорошо бы изучить этот опыт. Но по этой фразе я не могу сказать ни да, ни нет. Вот мой ответ. Вот. Потому что к глине отношусь уважением, к ученому трону отношусь уважением. Вот. Он зря писать не будет. Надо изучать этот опыт. Вот. Так, посылку получила. Все переложила по баночкам, уважнила, убрала. Практически весь песок был суховат. Три косики вишневолочные скороплодные взошли в дороги. Посадила. Ну, вот сейчас время подошло. Сейчас уже у меня практически перестали покупать семена. Кто хотел, вот купил. А кто не купил, тот, наверное, думает, что я вечный, да? Вот. А сейчас есть определенный смысл именно сейчас заказать. Кто покупал сухие, хорошо опыт был. Он сам состатусировал. Он знает, когда высадит. Это для более опытных людей. Теперь, для менее, для самых неопытных заказывать надо сейчас. Почему? Вот. Вы сейчас закажете у меня, например, ну, так образно говоря, ну, например, 40 косточек. А из них 20 зайдет дороги. Пока они идут, половина России уже может садить на улице, не знаю, завтра или позавтра, 1 апреля. Вот. То есть на улице уже весна. Уже можно садить. Кто-то собирается, прямо даже вот такой вопрос был, или будет прямо в горшочке. Если есть такое желание, промежуточная пересадка, остановка. Вот. То есть сейчас, если заказать, риск для вас уже минимальный. Вы гарантированно, большая часть зайдет, потому что пошел второй, или исполнилось два месяца, как я застатифицировал абрикосы, и три месяца, как сливы. Пора, пора, пора. Вот. Ваш пример тот самый. А я взял вот эту фотографию, вот видите, если прилежат, потом трудно садить, у них хвосты длинные. А у вас зашло что? Бойлочная вишня, скороплодная дороги. Вот. А песок суховат, потому что вот эти вот, которые зашли, съедают всю влагу, а остальные взять и не могут. Значит, все, что я вам говорил, все остается в силе. Вот я получил такую фотографию, аж глаз радуется. Так. Нужна ли для семян грудь сертификация, как для абрикоса? Или можно посадить весной прямо на грядку? Нежелательно. Знаете, я первые годы садил весной прямо на грядку. У меня, допустим, три года нормально сходили, на четвертый год не взошла ни одна. А на следующий год густо-густо, она же взошла, но годом позже. Вот. Ну, я подумал, ладно, хоть так. И продолжал садить весной. Еще год я садил, нормально взошла. А еще год посадил, она не взошла ни одна, но садил сотни. Думаю, ну, ничего, грядку старался не перекапывать, держать так под черным паром. Что вы думаете? Она и на второй год не взошла. С тех пор я залегся. Вот. И может быть ошибка была какая. Я все делал по принципу. Мне не нужно, у меня масштабы-то другие, что я не могу себя наковырять тысячу, две, три семян. И цель была такая. Взойти должны самые, а условия одинаковые. А взошла одна из десяти. Ну, это та самая. Ух. И вот я, значит, после второго раза, когда ни одна не взошла, я зарекся и начал тарисировать на два месяца. А вы видели фотографии, там были даты проставлены. И я про грушу говорю. Вот. То есть, ответ такой. Так, семян груш, старификация. Желательная, потому что они могут зайти и так, и так. Но тарисированные надежнее. Так. Если я посажу семена из культурной груши, выращиваемых в регионе из семечек, вырастет культурная или дикая груша. Значит, если ваша груша была с культурной, в свою очередь, привита на дичок, то шансов меньше. Это по Мичурину. Вот. А я обычно говорю так. Чем южнее, тем шансов, что вырастет культурная, больше. Чем севернее. Они откуда-то это знают, что их на север отвезли. Посадили. Они сходят. То есть, вырастает менее культурная. Вот. Более точно сказать невозможно еще по другой причине. Вот. Возьмите мой сад. Я приводил пример с абрикосами и такой же пример привожу с грушами. У меня в этом саду растет несколько дичайших груш. Вот. Я зарекся ездить добывать их. Особенно, когда тот сад заброшен, приватизировали. Воровать не умею. Вот. И я вырастил себе. Они мне, наконец, заплодоносили. Но рядом растут культурные. И даже если взять культурные, мою, да, из семечка что вырастет? Помните, я показывал абрикосы. Они все разные. Вот. И получается, даже из дикой, может, какая-то часть, может быть, и культурными семенами оказаться. Из культурных, какая-то часть диетими, полукультурными. Мы этого не знаем. Если говорить про мой сад, если вас интересуют мои семена. Но уж, по крайней мере, в любом случае, из моих семян вырастет великолепный подбой. Даже из культурных. Вот. Пойдем дальше. Ну, это еще мне фотографию писали. Глаз радуется. Слива усурийская. Ну, в общем, это мои семена уже перепакованы. Спасибо. Подскажите мне. Цветут яблони. Яблони всех не вижу. Ну, в общем, вопрос очень грустный. Так. Мне не за что зацепиться. У меня есть статья, которая написана. Десять причин, почему не плодоносят яблони. Десять. Попробуй угадай. Вот я пытаюсь зацепиться. Ну, хоть какую-то информацию. Ну, например. Вы пишите. Насчет полива. Я поливаю. Особенно, когда набирают цвет и после. А я железом не поливаю. Вот что такое полив? Вот. Смотрите. Вы, например. Если вы. Это. Мне кажется, конечно, женщина это написала. Ну, допустим, мужчина. Допустим. Вот. Допустим, вы мужчина. И вы тонете, да. Вы на пляжу где-то, может, там, трезвили. Подали. Заплыли далеко. Вдруг что-то начало с сердцем. И вы тонете. А мимо вас проплывает. Вы тонете, захлебываетесь. У вас же полная легкие воды. Вы делаете последние судорожные вздохи. А мимо вас проплывает голая девушка. И говорит. Давайте это. Может, русалка. Может, просто девушка. Давайте позанимаемся сексом. Вот. Я еще даже готова от вас ребенка родить. А вот. Вы последний делаете судорожный вздох. И идете на дно. Секса не получилось. Потомства не получилось. Вам не до него. Вот. И вот когда вот. Особенно, видите. Когда набирают свет и после. Я представляю, как нынешне поливают. Стали, появились насосы. Шланг кинул, насос врубил на час. И все. Полил. Вот это может быть. То есть, когда дерево полностью залили. Корневую систему залили. Поступление кислорода прекратилось. Дерево начало задыхаться. Оно без кислорода не может быть. Ему, конечно, не такой ценой кислород нужен, как дебильный совет. Помните эти? Я вам показывал эти самые. Феи. Я их ведьмами называю. Вилами с кислород подавали к корням. Ну, уже тупее. С каждым разом они передачи все тупее. И вот уже просто потому, что я не могу быть деликатным. Потому что они же передачи-то с первых каналов. Они же миллионы людей дурят и губят. Сады их не. Ну, нельзя так. Почему это так? Чтобы обиделись. Чтобы можно сказать. А сейчас, может, он прав. Железу. Может, пересмотрим. Может, перейдем на эти. Уже завтра мы будем показывать, какие полезные черви. И что там даже ходить по деревам-то нельзя. Наступать по большому-то счету. Или уже ограничить хождение. Чтобы не мешать червям и кислороду поступать вниз. Не затаптывать. Вот даже так. А здесь, смотрите. Я зацепился, опять же, насчет полива набирает цвет и после. Если вы залили урожай, а если вы каждый год, вот сейчас еще больше полив, точно заплодносит. Дерево цветет, а вы его опять утопили. Ну, в общем, вот единственное, я зацепился. А есть еще девять причин. Вы мне письмо электронное, а я вам статью. Ну, если я начну подробнее, ну, я же не могу уже 25-й этот, лекция полгода, а я до сих пор сегодня рассказал. Так, черенки все спали. А, мы это почему-то... А, это второй раз попало одно и то же письмо. Прошу прощения. Кстати, не пробовали садить грецкий орех. Я садил глубина 10 сантиметров, как рекомендовали в интернете. Вот, кстати, орехи, они упал на землю, так и всходят. Вот, зачем рекомендуют на 10 сантиметров? Я вот не замечал, чтобы эти же грецкие или манджурские орехи грызли. Может, я ошибаюсь. Но на моей памяти ни одно, ни один орех, ни грецкий, ни манджурский. Грецкий я видел в детстве. А манджурский я здесь, в Сибири. Ни один не из горы, самый главный враг. Это, знаете, у Семена, да. Мыши, крысы. И вдруг на 10 сантиметров... От кого спасали-то? Слушайте дальше. Вот человек пишет. Глубина 10 сантиметров, как рекомендовали в интернете. Весной, в конце мая, где-то раскопал один, думая, что долго всходит. Орех лопнул, пошел толстый белый коренист. Орехов было 20 штук. В общем, ни один не взошел. Это орехи, которые... Невозможно. Вы знаете, вот есть такая зараза. Вот есть, действительно, Семена, замучаешься, да. Возьмите персик. Ой, ужас какой. Вот, сколько неудач. Но чтобы орех не взошел, это надо что сделать? Послушать дебильный совет. Глубина 10 сантиметров. Это два списка коробка. Это не шутки. И вот человек, пожалуйста, спасибо вам. Это вот письмо, мою поддержку. Значит, не такой уж я и этот, что-то не сказал, кто. В общем, ни один не взошел. Глубокая посадка. Вот такую фигню советуют диванные садоводы. Потом много разочаровался садоводствием. А вот мажорский орех нормально растет. Ну, а что? Дикарь, что вы хотите? Так, ребята, прошло два часа. Все равно не получилось все рассказать. Следующее, еще у меня письма. Ведь кто-то же ждал ответа на свое письмо и не дождался. И невозможно это практически. Давайте так. Вот. На этом заканчиваем. Вообще, принц... А, и вот тут еще много интересного. Ой, какие наблюдения. Спасибо, Николай Геннадьевич. Вот за такие вот фотографии. Только вот об этом не знает та дама, которая в яму опять посадила дерево. Сколько тут еще интересного. Еще письма, еще письма. Во всякий случай запомните еще раз, у кого есть. Кто изобрел этот лак-пастику. Все, на сегодня достаточно. Мало того, я считаю так. Значит, вот тут еще письма, переписка же еще. Ну, самое прямое, давайте еще 20 минут. Антон Валерьевич, я забыл, хотел попрощаться. Давайте переписку, буквально проглядим бегло, а потом, если что, на следующем... То есть, следующая тема будет... Если у нас есть слушатели, я даже не знаю, есть ли они. Вот, но если они есть, следующая тема будет опять разбор писем. Я не знаю, угодил он или нет. Вот, ну, еще раз говорю, какой бы они были нудны. Больше никто никогда вам этого не расскажет. А если расскажут, то у вас после этого... Даже то, что сейчас растет, уже в следующем году не будет расти. Вот. Вы найдете много лишних веток. Вы начнете заливать водой. Вода, важнейший враг деревьев. Страшный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok